Иисус сказал, идите научите все народы, кто должен учить? Только священники или каждый христианин должен благовествовать о Боге? И как это делать, и что для этого надо? Ну, вот, видите, только священники. Вот что мне делать? Я должен тогда сейчас молчать. Что ж не священник? Дело не в этом. Промыслом Божиим есть люди, которые действительно поставляются на какое-то служение учительства. Это уже с первейших времён. Уже апостол Павел в своём первом послании к Коринфянам прямо пишет, прямо пишет «Дух один – дары различным». И пишет, кто апостолы, кто пророки, кто учители. Понимаете, перечисляет и идёт дальше. Кому дар языков даёт, кому исцеление и так далее. Даётся. Это с одной стороны. С другой стороны, апостол, например, Иаков прямо предупреждает, причём строжайшим образом предупреждает, «Не многие делайтесь учителями!» Слушайте, я получаю письмо мальчишке, 17 лет. Я хочу проповедовать христианство. Я ему пишу, голубчик, а что ж ты о нём знаешь-то? Ведь для того, чтобы проповедовать христианство, надо поучиться всё-таки, поучиться по книгам и поучиться жить по-христиански. Две составные части. Одно головное знание без христианской жизни – опаснейшая вещь. Это же факт то, что в первых рядах революционеров 1917 года стояли нередко выпускники духовных академий. Вы слышите? Мало голову набивать, как компьютер. Компьютер не может проповедовать. Важно ещё самому вести христианскую жизнь и понять, что это такое. Поэтому в данном случае есть люди, которые учатся специально, есть духовные школы. Вот они поставлены уже на это. Ну что ж, дай бог им на этом поприще сделать. Но просто так вот взять и начать учить других людей – опаснейшая вещь. Опасная, знаете, в чём? Не только в том, что человек непонимающий может какие угодно глупости наговорить. Это приходилось встречаться, просто диву даёшься! Диву даёшься! Один мне надоел, кто такой бог и прочее, и заявил мне. Оказывается, он проповедует, что бог – это гигантский компьютер вселенский. Замечательно просто! И проповедует! Вы представляете, что творится? Человек, который не имеет даже азов знания. Поэтому, как апостол предупреждает, не делайтесь учителями – это надо помнить. Очень важно! Потому что я вам скажу, что учительство, оно сопряжено не только с сознанием, но ещё сопряжено с нравственным состоянием. Каким? Прямо-то вам скажу. Очень легко учителю, но кроме меня, впасть в самомнение. Я учу. Слышь, кроме меня только не забудьте, а то ещё подумайте. Вот так! Начинают учить других. Ой, какая-то беда! Сколько пришлось насмотреться... У меня много было примеров в жизни, когда женщины вот этим занимались, отвечают всё сразу. Их спрашивают, что это такое, как... И с наслаждением, вижу, учат. С наслаждением она знает, а эти не знают. Нет, надо обращаться к тем, кто знает. А тем, кто не знает, нужно немножечко посмирнее быть и не заниматься учительством. Моё мнение такое, потому что из этого невежества сколько рождается, Боже мой, безумия, ересей! Просто карикатуру делают из христианства.